Я в Москве был гораздо в большей степени реализован, у меня было больше дел, потому что вокруг меня было больше творческих людей, которых я знал, и которые знали меня. И все время вокруг кипели какие-то идеи, и ты в чем-то участвовал, и кому-то помогал, и кого-то шел слушать, и кого-то читал, и это было очень-очень-очень насыщенное свето. Понимаете? И вот так вот сказать людям, которые тебя любили, что вы там, я не помню формулировку, но были рабами, стали холопами, или наоборот. Чего ж ты всю жизнь для холопов пела, и награды получала, и все как-то... Ну, обидно ей, я думаю. А ей чего обидно-то? За украинцев? Или она испугалась, что я в армию возьму? Максим, умолю. Максим Борисович. Умоляю. Что? А Никиту, внука, запросто? Слушайте, у всех у нас дети, у всех у нас внуки. Но сейчас уже такая нешуточная ситуация. Да уж куда там... Нешуточная ситуация. Мне недавно написали, под одной передачей, в комментарии написали, много писали, что я звероя, что я зомбированная. Ну, потому что я сказала, да, победа будет за нами. У меня на двери был ремонт в коридоре. И я скотч взяла букву З. Вот. У меня мама с папой с 41-го года. Да, они же на фронте познакомились же. Они воевали, они били фашистов. Для меня это как бы личная трагедия. Вот. И мне писали, писали, писали. Я никогда ничего не удаляю из комментариев. Я удаляю только, если там какой-то, хотя жуткая, но першеница. Ну, ладно. Страх божий. Вот. Но если там матом, и если еще, не дай бог, там оскорбляют кого-то, не меня, а вот я с кем-то там пост повесила или что-то, вот это я только удаляю. А то, что мне пишут, если там мата нет, я это все оставляю. Тут написал человек. Я никогда не отвечаю. Потому что в Инстаграм было довольно много подписчиков. И я понимала, что я просто физически не могу всем написать. Люди, которых я не знаю, мало ли что там. Вот. И чтобы никто не обижался, я никому ничего не писала. А тут у меня прям рука потянулась. Какая победа будет за вами там, типа, та-да-да-да-да-да-да. Ну, в общем, все как обычно. Конечно. Мы не говорим про операцию, я просто говорю. Вот. Я вот русский... Плачьте. Я вот русский и 40 лет живу в Америке. Я прям хотела написать, что русские живут в России. Ну, тоже ведь так несправедливо, что многие уехали... Минуточку. Жень, у меня позавчера только были мои друзья. Мой бывший басист со своей женой. С которой они познакомились в Германии, когда мы были на гастролях. Поженились. У них дочка взрослая уже. Вот они там живут, ну, последшие север в Свейцарии. Я же не говорю, что... Но они сейчас, правда, вот получают вид на жительство, они переезжают сюда. А чего так? Хотят, ну, извиняюсь за пафос, они в трудное время хотят быть здесь. Он сам из Королёва. Ирка у неё там, родители, бабушки, детки, вот эти в полоске немцы. А она там с полутора лет жила. Они познакомились, мы пошли в книжный магазин в Берлину. Это было больше 30 лет назад. И поэтому у меня люди возвращаются сейчас. Вот уже приехала одна женщина взрослая из Финляндии, 35 лет там за годом проживала. Австралы мои друзья возвращаются. Из Америки моя подружка пианистка офигительная возвращается. Ну, может быть, всё-таки есть что-то такое у людей? Может, у Макареевича вернётся, я надеюсь. А кто его тут ждёт? А кто его тут ждёт? Нет, ну всё-таки у машины времени, столько фанатов. Чтобы спасти себя, в данном случае там спасти, или даже когда, чтобы себя как-то проявить, совершенно не обязательно кого-то при этом оскорблять. Чтобы быть, как бы, нельзя. Когда он ещё начал писать песню про Глистов, вот, тут уже стало как бы немножко... А мой друг, тоже вам не безысквестный, Андрей Владимирович Державин. Ну, Андрюша-то, конечно. Вот, это ж мой брат. Вот. И он тогда очень смешно сказал, как говорит, с ума сошла. Ну, тоже нельзя. Я уверена, что очень многие люди, которые уехали по, как бы, вот, по причине, там, политической, своих убеждений, всего на свете, они уехали, устроились там, не устроились, это вообще не моё дело. Живут, но они говно не льют на Россию. Они говно не льют. Действительно, страшно ужас. У меня три дня назад соседский, ну, сосед парень, получил повестку. Он военный. Ну, он так работает, что, как бы, было понятно, что его не возьмут, потому что он и так работает, не дай бог, никому. Всё равно я вот, я два дня не знала, как к ним позвонить и спросить. Конечно, тревожно. И плакать хочется всё время. И тревожно ужасно. Но, блин, ну, тот же, вот, та же война отечественная. Ну, вся страна пошла. И всем было страшно. Я не верю, что есть какие-то просто упоротые наши там солдаты, офицеры, высшие офицеры, что они прямо вот выходят на поле боя, а, нам пофиг. Нет, всем страшно. Ну, блин, ну, ситуация такая сложилась. Если бы, есть такое выражение, да, я много раз это слышала, это говорят все. Слава богу, что там мой дедушка до этого не дожил, да, слава богу, что вот сейчас я это абсолютно серьёзно говорю. Хотя, папе моему в этом году было бы сто лет, маме бы было в этом году, он 22-го года, маме бы было в 90-м. Баба-то в 67-м ушёл ещё. Да, они молодые уже. Да, в 67-м. А вот, мама 27-го года, ей бы сейчас было 95 лет. Слава богу, что я понимаю, что, ну, некоторые же живут так долго, но, слава богу, они этого не видят. Слушай, у меня отец фронтарик, он в 16 лет добровольцем ушёл. У меня мама. Он бы просто сейчас от этих вот новостей, я просто даже не понимаю. У меня мама 24-го, 27-го года. Ну, когда её в 14-е годы нашли, под Смоленском, под Смоленском. А дочь полка, да, была? Ей приписали 2 года, чтобы она могла быть воспитанницей полка. Да, так вот, бывало такое. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 этот коллектив? Ну, во-первых, прежние музыкальные привязанности. Может быть, они несколько расширились. По спорю джаз не слушал. Слушал, но очень любил. С папой слушал все время. Просто какое-то время о жизни на него не было времени совершенно. Я думаю, что представление о добре и зле, представление о том, что красиво и что некрасиво, ну, и вообще какие-то жизненные приоритеты. Мне как хотелось путешествовать, так и хочу. Тогда я думал, что я так и буду всю жизнь хотеть. А теперь оказалось, что есть такая возможность. Спасибо Михаилу Сергеевичу. Михаил Сергеевич Горбачев не Ельцин. В смысле, его Ельцину не спасибо. Ну, как бы уже все было сделано до Ельцина. В этом смысле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok